Если кто-то будет задавать вопросы из зала, я буду их повторять, чтобы, ну если не забуду, конечно, да, чтобы поднимите руку, кто уже закончил школу. Отлично. Так, и, соответственно, кто младше девятого класса, поднимите руку. Так, понял, все понятно. Тем, кто младше девятого, может быть, не все понятно, но ничего страшного, ничего, вы получите мощный, такой как бы стимулирующий, ну вы поняли, да? Да. Значит, смотрите, когда-то было давно-давно, первый раз мы начали, значит, со школы по 1.07 когда-то дружить, заходите, заходите. Мы, значит, провели лекцию про терема ферма. И в каком-то смысле мы там вот, ну, мы рассказали про историю терема ферма и так далее. И, наверное, я сказал, что вот отдельно интересная будет история о том, что было после великой терема ферма, да? То, что было до нее, это было долгое-долгое-долгое доказательство. Эй, 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 а какие фломастеры пишут? Эй, школа 2.07. Кто не проверил фломастеры, они не пишут нифига. Сейчас найдем. Так, вообще нет. Ну, они вот пока, вот этот только один пишут, эти три вообще не пишут. И, если можно, зелененький и красненький еще. Вот. Так вот, 1637-1994, это годы жизни великой теремы ферма. Неплохо, да, пожить там, 357 лет. Вот. Люди столько не живут. А вот теоремы столько живут. Теоремы живут и дольше. Некоторые теоремы живы до сих пор. Например, не пользуется простых близнецах. Жива. 2,5 тысячи лет как. Жива. Жива и жилее всех живых. А некоторые теоремы вот умерли, значит, скоропастифно. Некоторые долго умирали. Но вот терема ферма окончательно закончила свое существование в 1924 году, когда Эндрю Вайллс опубликовал полные доказательства. Но там были его ошибки, поселка, поздравляли. Но. Дело в том, что такая наука, как математика, она вот так... О, спасибо. Спасибо большое. Так. Принимаю вот этот самый. Да-да-да. Да-да-да. Отлично, отлично, отлично. Вот эти три можно. Вот, видишь? А вот эти вот. Это все новое. Это все новое. Шикардо. Вот. Так. А это еще... Вот, надо понимать, как вообще, в принципе, развивается наука математика. Как вот у нее, что там, какая-нибудь наука другая, химия или биология, ну, что-то открывают, там, что-то еще открывают, осознают это что-то открытое, да? Иногда кто-то говорит, я придумал, там, как Менделеев, блин, вот, смотрите, она мне приснилась, да, рисует таблицу. Но бывает, да, но в математике все устроено, как у Менделеева, все. То есть, оно приснилось, оно пришло, оно свалилось, там, откуда-то на тебя. Ну, и идея следующая, что математика, она никогда не должна остановиться, она не умеет останавливаться. Если какая-то гипотеза не дается, как, например, гипотеза о простых близнецах, то что с ней происходит? Ее упрощают, да? Ее пытаются ослабить условия, чтобы суметь хоть что-то доказать. Это отдельная история про эту гипотезу, может быть, когда-нибудь я прочту лекцию про это. Ну, я много раз читал до этого, но я имею в виду, что даже, может быть, когда-то в этих стенах прочту. Вот. То есть, как бы, если гипотеза не дается, то ее ослабляют, доказывают в каком-то ослабленном варианте. Что-то про этот вариант начинают понимать, пытаются понять, чего не хватает для общего, но, в общем, подступают с ваших мест. А что, если, наоборот, она доказалась? Вот как в Великой Терен-Фирме. Что делают? Усложняются. Правильно, ее просто усложняют, да. То есть, спрашивают, а какое более общее утверждение можно было бы доказать? То есть, ее как бы обобщают, как называют математики, обобщение. Ну вот, на самом деле, у Великой Терена-Фирма, которую я напомню формулировку, у нее следующее, что x вен-ный плюс y вен-ный равно z вен-ный, не имеет решений в целых числах, где, ну, x, y, z просто больше нуля, а m больше двух. То есть, начиная с трех. Вот. Ну и спрашивается, как же можно было бы ее здесь обобщить? Ну и было там несколько вариантов задач более общих. Например, напрашивается такая задача. x в степени а плюс y в степени b равно z в степени c. Да? Вот. И такая гипотеза действительно существует. Называется гипотеза Биула. Ну, значит, здесь, разумеется, какие-то надо задавать дополнительные условия небольшие, там, типа взаимной простоты их, или там какая-то обреченная коэффициент, и нужны какие-то условия, потому что иначе, ну, в некоторых случаях можно ее опровергнуть. То есть, скажем, один раз я шел по улице, у меня раздался звонок телефонный, и я вообще никогда не беру с незнакомых номеров, но бывает иногда как-то рука сама что-то повернула, взяла случайно, ну, как-то. Или я ждал звонок от кого-то, да, и я не знал, с какого номера позвонить, такое бывает, тогда я в этот день беру. И вот я взял, и там раздался заикающийся голос. Алексей Владимирович, я опровергший гипотезу Биула, сказал человек с таким задыханием. Прежде чем послать его на несколько боков, я не успел даже это сделать, как он сказал. Смотрите, 2 в 8 плюс 2 в 8 равно 2 в 9. После этого он был послан, значит, очень грубым атом, но его, значит, навсегда, но суть в том, что здесь, естественно, нужно какие-то дополнительные условия накладывать. Да, ну, значит, это только один из вариантов, ой, какая, однако, будет сейчас здесь красота в доске, да? Вот. Ну, ладно, что делать? Надо брать здесь. Вот. Значит, гипотеза, это, ну, до сих пор меняется гипотезой, ну, как бы это сказать. На самом деле, вот такие трехчленные уравнения встречаются в большом количестве математики, просто навскидку. Есть знаменитая задача поиска всех решений при n равно 2. Называется задача Пифагора во вторых тройках, имеет полное решение, а еще 3000 лет назад сделана она. Есть какие-то там задачи, например, вот такая есть гипотеза Каталана. Х-каталан, х-каталан минус у квельты равно 1. Тоже такое трехчленное соотношение. Трехчленные соотношения вообще привлекали ученых, ну, потому что что может быть проще, чем трехчленные соотношения? Да, что-то плюс что-то равно что-то. Ну, и вот эта вот гипотеза, она, между прочим, оказалась очень крепким орешком. И умерла она только в 2002 году каким-то ужасно сложным методом. Я не понимаю ничего. Там слишком оно большое и забудрабительное доказательство. Но суть в том, что надо решить вот это уравнение в, ну, там, в, там, k и, конечно, больше или равно 2, x и y, соответственно, положительные просто, все целые. Ну, вот так вот нужно, значит, найти все случаи, когда в натуральном ряде, рядом стоят две степени. Кто может привести какой-нибудь один принят? Да, да. Так вот, гипотеза, а теперь теорема утверждает, что отсюда следует, что x равно 3. k равно 2, y равно 2, r равно 3. Все. Точно. Не бывает больше никогда. Во всем натуральном ряду степени соседними больше не будут. Это, на самом деле, вот уже в этом месте, да, если человек начинает об этом думать, он начинает, как бы, поражаться синей математике. Как можно вообще такую вещь доказать? Ну, казалось бы, ну, вот они идут, эти все степени, эти степени, огромное количество, да, у любого числа безумного, бесконечно много, да, степеней. Как можно вообще утверждать, как это можно провести такое рассуждение? Ну, вот, однако действительно можно, и это доказанная теорема, можно утверждать, вот, полностью, стопроцентно, что это только в одном случае происходит. Потом, значит, есть трехчленные соотношения вот такого вида. Вот я сейчас напишу одного, и все поднимут другу, кто знает, чему очень актуальному в нашей жизни, это соответствует. Сергей, знаешь, конечно, ты тоже знаешь, конечно, да? Больше никто не знает, даже взрослый, да? И это, посмотрите внимательно, значит, с этим уравнением столкнулся каждый, кто захочет разобраться в функционировании криптовалюты биткоина. Это ее движок. y квадрат равно x кубе плюс 7 над, изучать надо, над системами остатков отделения на простое число. Ну, вот есть такие математики замечательные. Конечные поля, как говорят, да, у нас. То есть берется простое число, и берутся все остатки отделения на него. И эти остатки, они потрясающим образом устроены. Здесь тоже можно выполнять все четыре операции, не выходя за их предел. Даже деление. Ну, про деление это не вполне реально, но тем не менее, там, если вы не пытаетесь делить на 0, то они друг на друга все делятся. Можно указать, там, например, чему равно 2 разделить на 7, да. Но в каком смысле, да, нужно это сделать? Нужно найти число, которое при умножении на 7 дает остаток 2 при делении на простое число. Вот в этом вот точном смысле. Вот. Ну и вот при функционировании биткоина берутся жуткого размера простые числа, там, вот такой вот длины. И там кодируется некоторая операция с точками вот на таких кривых. Эти кривые называются эллиптические. Это типичный пример. Эллиптическая кривая. Ну и придумал их, на самом деле, Биафарт Александрийский. Ну, конечно, он, наверное, так их не называл. Но он пытался решать самого разного вида уравнения, в том числе и вот такие, в целых рациональных числах. И вот он придумал прием, который сегодня везде обучается. Используется прием сложения точек в некотором смысле. Ну вот. Ну и, соответственно, можно здесь обобщать. Там можно написать y квадрат равно x кубе плюс k при каком-то k. На самом деле, общий вид эллиптической кривой даже четырехчленный. Любая эллиптическая кривая свойствует к такому виду. Я не даю определения того, что это такое. Потому что сегодня, строго говоря, мы будем не об этом говорить. Вообще у нас, у меня в ближайший месяц три, минимум три выступления про обоцептику отчезу. И идея стоит в том, что они будут не очень сильно пересекаться. То есть это не будет повтор одной и той же лекции, да? Как бывает. Я еду в какой-нибудь город и говорю математика для всех. И кто-нибудь приверливает. Ну, это редко бывает, но бывает. Алексей, ну ты только что выступал в Тюмени, выступал. У тебя была математика для всех. И он вообще пересечения не будет. Не верите? Десять раз могу прочесть математику для всех без единого пересечения сюжетов. Просто с одним названием. Так что даже не переживайте, приходите. Вчера пришел, пускал. Без вопросов, да. Вот. Значит, такие двучленные уравнения. Есть еще замечательное двучленное уравнение вот такого вида. И называется оно уравнение ПЕЛЬЯ. Его предлагается решать в целых числах. А М здесь фиксировано. Раз и навсегда. Ну, например, у квадрат минус 61х квадрат равно плюс витус 1. Вот такое, например, уравнение. Я не случайно здесь написал 61. Вот кто интересовался уравнениями ПЕЛЬЯ, значит, тот, наверное, этот пример видел. Вот у этого уравнения существуют целые решения. Существуют. Но первые из них больше миллиарда. И по х, и по у. То есть это такая как бы штука, но еще круче, еще круче там, с некоторым, вот с кубическим уравнением бывает еще круче. Есть такая фруктовая задача. Это пока так, небольшое введение. Ну, давайте последнее, последнее про введение, я скажу. Есть такая задача. Мальчики принесли яблоки, а девочки бананы и киви, например. И составили вот такое странное выражение. Да, то есть поделили количество яблок на количество остальных фруктов. Потом поделили количество бананов на количество остальных фруктов. И, конечно, киви на количество остальных фруктов. И обнаружили, что оно равно 4. Могло ли так быть? Задача, ну, исключительно, так сказать, с подвохом Ответ в этой задачи такой Да, могло, но количество яблок, бананов и киви Примерно 80-значное число Есть совершенно конкретный пример И, ну, вообще, как бы, это тоже из серии Как такое вообще можно быть? Как на такое можно выйти? Как этот пример можно нащупать, да? Это все вот, это магия диафанта Александрийского Этого просложения точно всей истории Но, в общем, человеческий мозг здесь продвинулся достаточно далеко И так как трехчленные уравнения были в самом центре внимания Более-менее всю историю математики То неудивительно, что самое далекое обобщение Было высказано именно в форме трехчленных уравнений И выглядит оно так Ну, вот, что называется, наверное, решили, что немного абстракционизму, да? Не помешает лекции по математике и дали такую странную доску Весна Да, весна Весна тает снег Видите, какая грязь? Надо красиво, потому что это весна Так, ну ладно Что поделать, да? Можно перевернуть Да, можно перевернуть, но после этого второй раз уже перевернуть не удастся Перевернуть можно один раз Я лучше подержу заднюю сторону для каких-нибудь самых-самых важных, ладно? Вот, моментов нашей лекции Но это, конечно, да Мне кажется, что в этом отражение сегодняшнего дня Это эффективный менеджмент Вот, как бы, ровно он Вот, ровно он вот так выглядит Так, ну поехали Значит, итак Гипотеза АПС Гипотеза АПС Начинается с невероятно общей посылки Пусть А плюс Б равно С Вот так просто Пусть А плюс Б равно С Это вот начало, да, формулировка Но нужно уточнить, что это Где АВС Натуральные Так? Взаимно простые Я должен сказать попарно взаимно простые Или в совокупности Или не должен говорить Правильный ответ Неважно Если А плюс Б равно С То из взаимной простоты в совокупности Следует, конечно, и попарно Тоже Но обратно это Очевидно Вот, поэтому вот так я напишу просто Натуральные и взаимно простые Так вот Тогда Я сейчас напишу странное слово Почти всегда А потом мы будем его уточнять Хорошо? Тогда почти всегда Почти всегда С Больше чем Сейчас тут напишу в скобочках Произведение Простых Чисел Входящих В разложение АВС На множители На простые множители Вот Ну, то есть Понятно Так как они Попарно взаимно простые То у них тут Будет совершенно Не пересекающиеся Разложения То есть Не будет общих Простых множителей У А будет так У А будет так У Б будет так У С там В степени Б Это С У С Будет Каких букв еще не было Ну, Ж Допустим, да? Ж1 в степени гамма 1 И так далее Ж1 в степени гамма 1 Каждое натуральное число Согласно основной теории Арифметики Единственным образом Разлагается Раскладывается Произведение Простых Взятых степеней И, значит, соответственно Здесь просто утверждается Что вот это вот С, да? Почти всегда Кажется больше, чем П1, П2, так далее ПР Ку1, Ку2, так далее Ку С Ну, и Ж1, Ж2 Так далее, ЖЛ То есть по одному разу Я должен взять По одному разу Я стираю степени Вот Ну, и вот это вот Еще, значит, название Радикал числа АВС Радикал числа Это когда я записал число Слушайте, а можно Одной закон мы откроем Например, мое Никто не заболеет? Нет Можно я тогда открою А то охренеть Я уже душно Сразу встал Вот Отлично Так Вот То есть радикал числа Это я должен записать число В виде вот этого произведения Согласно основной теории Арифметики И стереть все степени Ну и Значит Важное замечание Что радикал числа n Всегда Меньше или равен Самого n Раз я степень стираю Да И Радикал числа n Равен n Тогда и только тогда Когда n Ну как-то скажет Точную формулировку Есть такая Арифметическая формулировка Когда что Простое Ну простое В одну сторону А вот Чтобы тогда и только тогда Надо Как? Взаимно Нет Радикал числа n Радикал числа n Равен n Тогда и только тогда Когда? По тому разу А? По тому разу Входит Да И это Математически говоря Свободно От квадратов То есть Не делится Ни на один квадрат Ни на какой Ну не делится На квадрат Какого-либо Натальнего числа Вот То есть Как только Померяется квадрат Понятно что У нас снижается А Если я свободно От квадратов Значит что оно Равно Произведению простых Разных И тогда действительно Радикал не снижается Он остается равным n И В Вот Вокруг гипотезы АВС Возникает Отдельная задача Часто Определить Что данное число Свободно От квадратов Такая вот Алгоритмическая задача Вот У вас есть Некоторое число Ну там Допустим Вот я написал Там 17 533 Ну Так Я взял На скидку Его Случайное число Взял какое-то И я хочу проверить Не то что оно Простое А то что в нем Нет Ни Ни одного Простого В квадрате Скажите Пожалуйста Вот как вы думаете Сколько мне нужно Проверять Примерно До какого Числа Вообще Как проверить Простоту Знаете Как проверить Простоту Кто знает До корня Да Простоту До корня То есть вы Проверяете До корня из n Если ни на какое Простое До корня из n Не делится То и на более старше Тоже не делится Ну в силу Неких очевидных причин Да ваше задание Для тех Кто сейчас не понял Вот А вот Свободно От квадратов Куда надо проверять Простые числа Упражнения До корня До корня Кубического Докажите Тоже дома Что вот это Вот как бы Для проверки Свободности От квадратов До корня Кубического А корень кубический Он гораздо меньше Чем корень Да То есть например Для числа Порядка миллиардов Проверять До 30 тысяч Простоту надо Ну это Безумное количество Простых Да А свободность От квадратов Только до тысячи Ну до тысячи Это ну как бы Вам компьютер Быстро проверить Вот То есть это как бы Гораздо более простая Задача Чем пояснение Простоты Гораздо больше По размеру числа Можно проверить До свободности От квадратов Чем На простоту Так Так вот Я теперь должен Объяснить Что же означает Почти всегда Первая идея Стоит в том Что Всегда Кроме конечного Конечства Таких равенств Да Первая идея Что такое Почти всегда Но К сожалению К сожалению Нельзя Такого утверждать И вот почему Сейчас я вам Объясню почему Ну что Придется использовать Вторую половину Да Доски Для этого Да Если будет стерка Со спиртом В основе То вероятно Паска Чистится Так Ну пока Значит Давайте я Приведу Да И заодно Я покажу Некоторые примеры Когда нарушается Да Это правило Вот Значит Первая Тройка Да Тройка АВЦ Определение Тройкой АВЦ Как раз Той самой Акатурой Лекции Да АВЦ тройки Тройкой АВЦ Или АВЦ Тройкой Да Называется Ситуация А плюс Б Равно С Ну где Все то же самое Да АВЦ Натуральные Взаимно Простые И С Больше Просто больше Чем радикал АВЦ То есть Когда вот Возникает Противоречие Да Тому Утверждению Ну Если вы на вскидку Возьмете там Скажем 53 Там плюс 7 Равно 60 Я Первое Что у меня было Возвращено 53 плюс 7 Равно 60 В радикале Уже 53 Есть и 7 Есть Это простые числа 53 Множко 7 Сильно больше Чем 60 Да А еще и 60 Есть что-то То есть Как бы Понятно Что если там Случайно взял Тройку То еще не будет Но вот я вам беру Такую точку 1 плюс 8 Равно 9 Вот Это первая Тройка АВЦ Смотрите Тройка АВЦ Девяточка Спасибо Это все та же Видите Это все та же Которая Гипотеза Каталана Единственное исключение Гипотеза Каталана В ней Чему равен Радикалу Кто первый Поймет Говорит вслух Да Он равен Шести Потому что Здесь Простой Тройка Оно Два Ну тут В кубе А здесь Три Три в квадрате Значит Соответственно Снимаем квадрат Снимаем Куб Остается Дважды Три шесть Оно меньше Девяти Так Но тогда Вот дальше Я хочу сразу же Показать Что у нас нет надежды На то Что только Конечное число Контрпримеров Почему же у нас Нет надежды А вот почему Давайте Разведем Вот это все В квадрат Итак Девять Квадрате Равно Один плюс восемь В квадрате Да То есть Один плюс Дважды восемь Плюс восемь В квадрат Ну и видно Что это Один плюс шестнадцать Ну на какое-то число Т Согласны Да А это Три в четвертой Получается Вот такая вот Получается Вот такое равенство Что три в четвертой Равно Один плюс шестнадцать Т А теперь давайте Посмотрим на На радикалы Да Ну на самом деле Здесь Т Понятно Равно Пяти Очевидно Да Вот И получается У нас Новая троечка Один плюс Восемьдесят Равно Восемьдесят Один И здесь Радикал У нас Равен Пять Дважды Три Все простые Которые входят Здесь только тройка Здесь пять И два То есть Тридцать Ну и видно же Тридцать меньше Восемьдесят Один плюс Один плюс Дело в том Что дальше пойдет В том же духе Вот давайте Я и это тоже Квадрат Введу Один плюс Шестнадцать Т Равну Три В четвертой Я возвожу В квадрат Один плюс Шестнадцать Т Квадрат Равну Три В четвертой В квадрате То есть Три Восьмой Точно А теперь Посмотрите сюда Я утверждаю Что это Один плюс Тридцать Два С При каком-то Целом положительном С Один плюс Тридцать Два Т Плюс Ну там Двести Сесть Тридцать Тридцать Квадрат Но это тоже Делить Стоит Тридцать То есть Смотрите Что происходит Накапливается Здесь Степень Двойки Почему я уверен В том Что это обязательно АВС тройка будет Потому что Здесь два Здесь три И здесь Максимум С Радикал Вот этой тройки Да Вот этой тройки Нашей Не может превосходить Дважды Трижды С Потому что Ну радикал Всего остального Это дважды Три Ну а С Может быть Свободно от квадратов Может не свободно Если не свободно Тем лучше для нас Правда? Ну даже Если свободно Все равно Не больше С Но 6С 6С Да? Явно меньше этого Ну то есть У нас тройка В С Причем более того С каждым разом Двое Это тут появляется Все новое и новое А радикал Все время В равен 6 Умножить на вот это Поэтому даже Отношение С к радикалу С к радикалу Может устремляться К плюс бесконечности То есть Мало того Что на самом деле Опровержение У нас уже Бесконечное количество Ясно что На каждом этапе Это можно делать 3 в 16 Будет равно 1 плюс 64 Там v Ну и так далее Да? То есть Здесь будет накапливаться Степень двойки И радикал И радикал Каждый раз Будет все меньше В отношении К этому числу Если разделить Если разделить Будет стремиться К бесконечности То есть Вроде как Где же мы будем Брать непользу Как вообще Мы будем ее формулировать У нас есть Бесконечное количество Контр-примеров Вручную Вручную Вот так Ручками построенные Бесконечное количество Контр-примеров И у нас есть При этом Еще и Ситуация Что это C Даже в отношении И радикал Стремиться К бесконечности Как же быть Что же делать Нам надо А вот оказывается Что надо делать Правильная Формулировка Звучит так Значит Итак Давайте Это мы Сотрем Заодно Проверим Оооо Инновационная Тряхочка Да? Инновационная Стирай И наоборот Традиционная Убийсь работать Да? Вот Стирай Только Чуть-чуть Ну Попробуем Здесь Сейчас будем Сейчас Сформулируем Во-первых Я наконец Сформулирую Строгую форму Кипотезы АВС Да? А во-вторых Значит Мы поищем Некоторые Кочекотых Примеров И я вам Расскажу Что Сегодня Нет занятия Вообще Более увлекательного Для Начинающего Математика Или программиста Чем Поиск Контрпримеров Гипотезы АВС Просто реально Вот Есть Примерно 200-250 Тысяч Человек Которые Сидят на Соответствующих Сайтах И вместе Делятся тем Как Кто-то из них Придумал Новый метод Построения АВС-3 Просто Огромное Количество Народа В мире Этим Занимается И Это Действительно Просто Захватывающее Занятие Честно Просто Очень Захватывающее Вот Честно вам Скажу Что Если у меня Когда-то выпадает Свободное Время Я сам С огромным Удовольствием Пытаюсь Придумать Что-нибудь Про то Как Можно Эти тройки Еще Выдумать Но Научные Деятельности Все-таки Зерно Потому что Научные Деятельности Когда ты Еще проверяешь И не сделаешь Это для себя В чем разница Просто Упражнение Дома И научные Деятельности Научные Деятельности Ты должен Пытаться Что-то Сделать Новое А если Просто Занимаешься Эти брать Собственное Удовольствие То тебе На это Наплевать Ты приходишь Рассказываешь Что-то Лекция Тебе спрашивают А это Есть ли Новизна Да Не знаю Болидная Ну Какая Разница Разница Подходит Так Что я Хотел сделать Хотел Справедливать Итак Теорема Теорема Зацените Она как бы В ней появляется Дополнительная Сложность Концептуальная Но так как Мы уже познакомились С тем же Такой радикал Числа Ну и как бы Чуть-чуть Вошли в тему То мы готовы К этой Новой ступени Итак Вот теперь Здесь строгая Формулировка Не пользуется Теорема Для любого Эпсилом Больше нуля Ну конечно Как вы думаете Да Как теорема Должна формулироваться Да Любая уважающаяся Теорема Начинается Для любого Эпсилом Больше нуля Ну я шучу Это Конечно Далеко не всегда Так Но Статная теорема Начинается Существует Только Конечное Множество Равенств А плюс Б Равно С Где А В С Натуральные Взаимно Простые Таких Что Следите за руками С Больше Радикала А В С В степени Один Плюс Эпсилом Точка Все Вот она Вот она Вот смотрите Отношение С К радикалу В нашей цепочке Вот этих вот равенств На той стороне Стремится Бесконечности Но Эпсилон Падает К нулю Попробуйте Самостоятельно Доказать Это задача По мотанализу Вот что Вот здесь Было Упражнение По мотану Понимаете Упражнение По мотану Доказать Доказать Что Если Эпсилон Н Такое Что Соответственно Радикал Тройки Значит Три В Степени Два В Н Н Значит Запятая Один Запятая Три В степени Два В Н Минус Один Ну вот Это наша Тройка Вот Радикал В степени Один Плюс Эпсилон Н Равно Три В степени Два В Н То Эпсилон Н Стремится К нулю Но На самом деле Вы Доказать Это Не Сможете Вы Сможете Это Доказать Только В Предположении Что Вот Весь Тот С Который Там Был Говоря Да Что там Было Написано Три В степени Два В Н Равно Один Плюс С На Два В степени Ну Там Н Плюс Три Или Что В Трухе Вот Так вот Только Предположение Что Ест Свободно От Квадратов Держу Мари Никто Из Вас Не Докажет Что Это Ест Свободно От Квадратов При Любом Н Более Тому Это Н Н Верно На Самом Деле Поэтому Это Упражнение Вы Не Сможете Решить Вы Сможете Решить Только При Дополнительном Предположении Что Ест Свободно От Квадратов Ну Это Значит Мы Ничего Не Знаем Про Эту Семь Может Кто Нибудь Извернется И Скажет Блин Там Контр Пример Потому Что Начиная С Как Это Назвать Можно Ну Это Разница Что Означает Что Я Беру Логарифм На самом деле Логарифм Для Старшеклассников И Те Кто Закончил Школу Надеюсь Вы же Навсегда Запомнили Что такое Логарифм Закончили Школу Нет Таких Кто Закончил Школу И Забыл Это Через День После ЕГЭ Конечно Такого Не У вас Конечно Не Был ЕГЭ Поэтому Вы Так вот Логарифм Вот этого Цепла Соответственно По основанию АВС Вот эта Штука Да Вот она Как раз И называется Называется Качеством Или в других Статьях Статьях Фактором Тут вот Нет еще Терминологию Стоявшись Тройки АВС Тройки АВС Вот этой Вот А плюс Б Равно С Ну и Когда я Говорю про Тройку АВС Я как раз Имею вину Что этот Логарифм Больше Единицы То есть С Больше Этого Значит Логарифм Больше Единицы Но Этот Логарифм Измеряет То Насколько То есть Мы не делим Мы не вычитаем Мы берем Логарифм А Вот И вот этот Логарифм Он падает К единице Неименуемо Куда Не возьми Любую Тройку Которую Сегодня Мы умеем Строить Очень Быстро Доказывается Что Логарифм Падает К единице Если Предполагать Свободу От квадратов Всех Появляющихся Огромных Чисел А если Не предполагать Мы не знаем Ничего Просто Ничего Гипотеза Остается Гипотезой Там была Отдельная История Такая Очень Веселая История Что Один Тип В Японии Заявил Что Он Все Доказал И Выложил В интернет Текст Длиной В тысячу Страниц И сказал Читайте Случился В 13 Году По Миле Его Моя Моя Шизуки Если Я не Не Ошибаюсь Четыре Года К этому Тексту Не Прикасались Как Чему То Ядовитому Потом Однако Появился Значит Какой То Человек По Моему Его Звали Иван Весенко Наш Который Вызвал Моя Шизуки На Целый Ряд Семинаров Попытался Разобраться Что Там Написано В общем Все Кончилось Уже Какой Татьей Разум На Конечно Страниц Которая В 18 И 19 Году Попала В руки Питера Шольца И его Соавтора Питер Шольц Гениальный Немецкий Математик Питер Шольц Лауреат Нашел Ошибку Но Шизуки Не признал И опубликовал В японском Фурнале Доказательство Гипотеза В С Сегодня Вот Есть Такая Проблемка На самом деле Научный мир Безусловно Доверяет Питеру Шольце Больше В этом Плане Который Провел Титаническую Работу По проверке Доказательства Ну И На сегодня Общее Мнение Стоит В том Что Никакого Казательства Фамилии Нет У нее Но Насколько Она Сильна Я еще Успею Сказать Ближе К концу У меня 15 Минут Еще Так вот У каждой Тройки Есть Свой Параметр Показатель Ее Качества Настолько Круче То Время Но Я Сейчас Выпишу Несколько Тройек Просто В качестве Симпатичных Примеров Но Например Исследование Кривой Биткоина Приводит К вот Такой Замечательной Тройке С очень Неплохим Качеством Типа 1.32 Ну До До 100 И чуть Позже 100 Вы Сами Напридумываете Что-нибудь Типа Очень красиво 11 квадрат Плюс 2 квадрат Равно 5 в кубе Например Тройка ВС Очень Красивая Или 5 в кубе Плюс 3 Равно Однако 2 в седьмой Вообще Когда появляются Какие-то Очень большие Степени Жди Что Появится Тройка ВС Ну И Возникает Вообще Вопрос Такой Возникает Вопрос А Какие вообще Бывают Предположим Что Эта Теорема Таки верна На данный момент У нас нет Никакого Примера Никакого Даже Никакой Идеи Как можно было бы Этот контрпример Построить Наоборот Все Что Мы Узнаем Когда Вдумываемся В то Как Получены Те или иные Семейства АПЦ Троек Все время На каком-то этапе Неминуемо Упираемся В то Что Это Фактор Стремительской Единицы По повышению Размера Троек И видим Что Какие-то Тиски Тиски Сжимают Вдавливают В единицу Это действительно Похоже На какой-то Фундаментальный Совершенно Закон Математики И при поиске Этих троек Задействованы Самые-самые-самые Разные методы И Сегодня Я хочу Вам Кроме Вот этого метода Предъявить еще один Связанный С уравнением Пения И Один Совершенно Неожиданный Который Вам Привет Который Вам Кому-то Может Как бы Навести Кого-то На соображение Что может быть Еще что-нибудь Похожее Можно Узнать Но давайте Прежде Представим Себе Что Вот У нас На сегодня Есть Такое Утверждение Ну В частности Там Это означает Что при Эпсилон Равно Одна Целая Одна Десятая Фактически Список Троек Которые У нас У нас Есть С фактором Больше Чем Эпсилон То есть С фактором Один И Один И Выше Ну Должен Просто Какой-то Список Длинный Длинный Список И Больше Собственно Какая Тройка Имеет Максимальный На сегодня Фактор Вообще Максимальный Самый большой Который Только Есть Ответ Дает Следующая Следующий Метод Нахождения Который Вот Этот чувак На самом деле Он шел Знаете Как Человек Идет По берегу Моря Я был Маленький Мы ездили В Юрмолу Точнее Мы Ходили на Вольдарках На реке Гауэ В Латвии Это было еще В Советском Союзе Вот Многие здесь Присутствующие Будут жить Уже В Советском Союзе А мы же Еще В Советском Союзе Вот Мы Идем По реке Мы Вплываем В море И Мама Папа Говорят А тут Бывают Такие Красивые Красивые Крупинки Такие Рыженькие Такие Крупиночки Называется Это как Янтарь Да Называется Янтарь И вот Я Иду Все Собирают Янтарь Брат Собирает Янтарь Мама Папа А я На прибой С проевой В первый раз В жизни видел Янтарь Потом я Приступил На что-то Что-то Мне мешает А там Вот Такой Янтарь Мы Приехали В Ригу Кузей Я Показал Они Говорят Что? Это вообще Раз в месяц Находится Такое Чудо Вот Это Янтарь Мальчик Вот Такой Мальчик Нашел Такой Янтарь Какой Может быть Ну Короче Да Так вот Вот этот Дядя Он Нашел Янтарь Что он Сделал Смотрите Что он Сделал Это Чемпион Тройка Чемпион У нее Будет Качество 1.6299 То есть Вот этот Р Нужно будет Возвести Более чем В 3 вторых То есть Степен больше Чем 3 вторых Это Самое Большое Из известных На сегодня В качестве Тройка МЦ Как он Ее нашел И чему Он Вообще Равно А он Стал Делать Такую Штуку Он Берет Какое-нибудь Заведомо Иррациональное Число Ну Какие У нас Заведомо Иррациональные Числа Ну Какие Корни Разных Степеней Из простых Чисел Да Ну Это уж Точно Ну Вот Он Берет Корень К Из степени Из П И что Он Дальше Делает Он Берет И раскладывает В цепную Дробь Значит Что это Цепная Дробь Это Самое Вообще Красивое Что есть На свете Давайте Я беру Корень Из Двух И Пишу Это Один Плюс Корень Из Двух Минус Один Ну Кто С этим Поспорит Тогда Это Равно Один Плюс Один Делить На Один Делить Корень Из Двух Минус Один Тоже Тут Можно Поспорить Но Дело В том Что Вот Это Один Делить На Корень Из Двух Минус Один Это Корень Из Двух Плюс Один Так Жизнь Устроена Правда? Ну Очевидно Перенножайте Два Минус Один Равно Один Да? Хитачок Я и сам Так Думаю Да? Правило Раз Эти Квадрат Ну Тогда Я вместо Этого Записываю Один Плюс Один Делить На Два Плюс Корень Из Двух Минус Один Будете Спорить? Нет Но Вот Это Мы Уже Видели С вами Правда? Значит Что Тут Возникнет? Ну Ка Один Плюс Один Делить На Не Не Еще Рано Мне Еще Десять минут Тем Более Две Минуты Вы Мне Должны А Вот Дядя Стоял Там Про Каких Проект Или Про Эту Неурочную Там Какой-то Две Минуты С вас Вот Значит Это Соответственно Что происходит Дальше Один Делить На Один Делать 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 И это Называется Цепнайдер Вот И если Она оказалась Бесконечной Это число Заведомо Иррационально Вот Вы Хотели Когда-нибудь Узнать Как Корни из двух Вот так Потому что Просто подумайте Что такое Рациональное число Целое Делать На целое Попробуйте Разложить Цепную Дробь У вас Очень быстро Знаменатели Уменьшаются 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 И в конце Какой-то момент Все заканчивается Любое Рациональное Очевидным Образом В конечную Цепную Дробь Раскладывается А значит Если у вас Предъявлена Бесконечная Значит число Было Иррационально Число Необлагородное Но я к чему Я к тому Что Вот здесь Это все Двойки Может к этому Еще успеют Даже вернуться Но здесь Это все Двойки Это как бы Двойки Они Они маленькие А он Стал делать Следующее Я Почему Был что Они маленькие Вот смотрите Я взял И проигнорировал Вот это все Это я Как бы Вместо 2 Плюс Одна Ну там Вторая с чем-то Взял 2 Это грубое Проближение А представьте Что здесь Будет миллион С чем-то И дальше Ну не важно что Я Одну Миллионную Убрал И от этого Дробь Практически Не изменилась Понимаете Да Значит Что этот тип Начал делать Не помню Его фамилию Только в Голландии Спомнят Значит Что же Он начал делать Он начал Просто на компе Перебирать К и П И смотреть А в каком случае Вылезет Какой-то Огромный Зверь Зверюга Вот здесь Будет где-нибудь На каком-то шаге Вот например Вот это Будет огромное Знаете Чему равно Пи Пи равно 3 Плюс 1 Делить на 7 Плюс 1 Делить на 16 Плюс 1 Делить на 292 Плюс 1 И так Далее Обычная наша Пи Поэтому Если я игнорирую Вот эту штуку То у меня получается Очень-очень Точное Приближение 355 Сто тринадцатых До шестого Знака Дает Пи Если вы хотите Быстро Вот его вычисли Быстро До шестого Знака Не помните Берите Вот 355 Сто тринадцатых И у вас будет Очень близко А почему А потому что 292 Это очень много Ну вот он взял И стал Смотреть Где у него Получается Много И что же он Видит Что же он Видит Он Видит Следующее Он Видит Следующее Это Старое Или Новое 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 Ну тогда Видимо Так Ну ладно Что поделаешь Наверное Так вот Корень Пятый Из Сто девяти Меньше Я всегда В этом месте Ошибаюсь Я даже записал Специально Нет Все правильно Так вот Равно Два Плюс Один Делить На один Плюс Один Делить На один Плюс Один Делить На четыре Плюс Один И тут Он встречает Янтарь Размер С дом Семьдесят Семьдесят Семьсот Тридцать Тридцать Ну что он делает Отбрасывает Гнурит Это нафиг Да И получает Ну давайте быстро Я принцип Помню Конечно Это Ну Может попробовать Быстро свернуть В уме Отличная задача Быстро Свернуть В уме Что это Какое 5 четвертых 4 пятых 9 пятых 5 девятых 23 девятых Итак Это Равно С большой Точностью 23 девятых Вот Смотрите У кого есть Калькулятор У всех У всех У всех Есть Калькулятор Пожалуйста Возведите 23 девятых 5 плюс 3 И посмотрите Что произойдет Ну-ка Диктуйте Это 109 целых Так 4 ноля И 35 Да И так далее То есть Это НЕВЕРОЯТНИЙШЕЯ Точность Для приближения То есть Понятно Что если я сейчас Полю 5 Извлеку Точность Здесь возразнет Еще сильнее Это в 5 степени Но это означает Что 23 В 5 Делить на 9 В 5 То есть На 3 В 10 Очень Очень близко К 109 Правильно? Но тогда 23 в 5 Очень близко К 109 Умножить На 3 В 10 Не правда ли? Вопрос Только Насколько Близко? Насколько Близко? Оказывается Что На 2 Огромное число 23 в 5 Равно 109 На 3 В 10 Плюс 2 И это Она И есть Великий Чемпион АВЦ На сегодня АВЦ Тройка Номер 1 Самая Великая АВЦ Тройка Которая Существует В природе Попалась этому Человеку При таком Оригинальном Подходе Ну Видите как Дальше Вопрос К проберам Да Это Попугон Для вас Потому что Может быть Он там Может можно И не обязательно Из простых А может можно Из дробей А может Как-то еще Придумать Какой-нибудь Извернуться И здесь Еще что-то Придумать Вот чтобы Комнать Очередной корень Еще круче дал Потому что Ну думать Что это вот Прямо Самая 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 Великая Тройка АВЦ Которая Существует В природе Ну Может да Может и нет Мы вообще Не знаем Верная Гипотеза Может по крайней Мере Это Но Сегодня Вот это Вот такой Суперчемпион И получен Вот таким Медом Так Ну тем Самым Можно Высказать Гипотезу АВЦ Так Можно Высказать Что Всегда В условиях А плюс Б А на С Верно Что С меньше Раникала АВЦ Возведенной В квадрат Согласны Что На данный Момент По крайней Мере У нас Ну это Меньше Двух Значит Соответственно Все известные Кроки Облагают Этим Свойством А теперь Я Завершение Сегодняшней Лекции В одну Строчку Вывожу Из этой Гипотезы Великую Теорию Ферму Так Готовы? Да Итак Ну Тут я оставил Ни одного Две строчки Ну вот это Вот это Уже Я хватит Итак Из того Что С Всегда Меньше Ран АВЦ В квадрате Следует В Т Ну Начну С того Что ВТФ При Н Равно 3,4,5 Была доказана 200 лет назад Вот для Н равно 5 Это прямо Ровно 200 лет назад 1822 Кажется Год Это Ламе Придумал Очень Незащеленные Доказательства Представил Публике Вот То есть Как бы Я считаю Что Вот это И так Доказали Наши Предшественники Вот А Мы сейчас Выведем При Соответственно Н Больше 5 Из этого Утверждения Итак Пусть АВН Плюс БВН Равно СВН Да? Угу Тогда Согласно Гипотезе АВС Согласно Гипотезе АВС Вот в этой Суперформе С квадратом СВН Меньше Чем Радикал Произведения АВН БВН СВН Квадрат Так Дальше Это Соответственно Радикал Тут я могу Писать АВС АВН Да? Ну просто АВН БВН СВН Это АВС ВН Да? И все это Тоже Квадрат А дальше Я должен Написать Что это Ну кто Продолжит АВС АВС Это просто Радикал АВС Потому что Потому что Н Степень Не влияет На набор Простых Которые Входят Разложения Числа АВН 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 Так Однако Это не больше Чем само АВС В квадрате Потому что Радикал Не превосходит Самого числа Значит это не больше Чем АВС В квадрате Но Если А-б АВС И это натуральное число То А И В Меньше Чем С Оба А значит Это строго Меньше Чем С Умножить на С Умножить на С В квадрате То есть То есть С в шестом Итого Если АВН Плюс БВ Равно СВН То СВН Меньше С в шестой Что эквивалентно Тому что М Меньше Шести Согласны? Теория Фирма Доказана Все А Я это Просто Настейшим Средством Не будет ЗВЦ В ее Вот такой Радикальной В такой В принципальной Корме В которой Противоречий Еще нет Но меня Похоже Хотят Турнуть И стало Давайте Еще раз Аплодисменты Да Поэтому Аплодисменты 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 Вопросы Идеально Просто И Вопросы Если есть какие-то Да А что это аналог Абботстаги Польца В газовых Чистах Или других Польцах Не знаю Честно Я не слышал Но я думаю Что уже изобрели Математики Всегда изобретают Во все стороны Что-то То есть Наверное Да Да Дайте пожалуйста Три совета Чтобы затащить Регион по математике Первый совет Никогда не ложиться Позже 10 вечера Никогда Никогда Вообще Не ложиться Позже 10 вечера Более того Желательно Ложиться в 9 Ничего себе Вставать в 6 Вставать Ну я стою в 5.20 Ну можно в 6 В принципе Вот Ну я просыпаюсь Примерно между 5.15 И 5.45 Так Первые условия Теоремы записаны Дальше Второе Второе Нужно родиться Очень умным Я не знаю Насколько выполнено В данном случае Условие Но если да То есть соответственно Тоже потенциал Вот Третье Нужно Прорешать До региона По математике Около Одной Тысячи Разноплановых Задач По математике Это Желательно Олимпиадных Желательно Конечно Олимпиадных И словно Да Вот Это Это Примерно на 70% Эти 3 условия Примерно на 70% Гарантируют Спасибо Кстати Хотел показать Спасибо за Размечатывание Этот чувак Написал Целые Мастерские Тезисы В 2010 Году С самыми Разными Методами Искал Абц-тройки Через Эректические Кривые Вот Вот Это Метод Про Биткоин Кривую Я не знаю Есть ли он в этой Но это Как бы В духе Тех же самых Вот Я сам Это Сам Придумал Но это Ну в смысле Понятно Что-то Это Мне нужно Всего Вот Значит Вот это Вот Очень Интересно Статья Find In A Triples Using A Liptic Curse Называется Johannes Petrus Van der Horst Все Законны Van der Horst Мы Знаем Van der Horst Вот Так Вот Так Удачи Кто Захочет Седниться Там Очень Как бы Движок Там Есть целый Раба Телеграм Канал Какой-то В котором Это все Обсуждается В общем Это Действительно Очень Вовлекательно Действительно Есть шанс Просто Вручную Ну Кустарно На что-то Такое Напрести Что Никто До Этого Не Спасибо Но только Не пытайтесь Доказывать Иначе Можно Закончить Совсем Другом Месте